Всем привет! Мы приехали на ферму, будем собирать здесь овощи, фрукты или что тут? Низа просто погуляем, погуляем, да, здесь есть животные, посмотрим цветочки, может что-то прикупим. Сейчас будем делать видеообзор. Здесь идем сейчас к основному месту, где выдают корзинки. Здесь уже вон выставка разных цветов в горшках. Может что-нибудь возьмем себе. Настя, ты хочешь в горшках купить, поставить на балкон? Нет, Софья хочет вот такой поставить, а я хочу подсадить, там у меня аж петуни некоторые подвяли. Петуни? Это где-то? Нет, это не петуни, я хочу вот такой тем посадить. Я не знаю, как это. Телефон, смотрю, передает фиолетовый оттенок, а цветочек на самом деле более синенький. А сколько стоит? 5,95. Софья выбрала себе цветок. Ну, поставим его на этот. Где пчела? Пчела? Где пчела? Вот хризантема. Сзади этого. Ой, так резкость, ага, вот. Нет, Софья, пчелу не вижу. Да вот она, вот она. А, вот она. Так, немного зарисовки. Ага, вот так, поймал резкость. Да, да, да. Резкость. Нам нравится, мы... Ой, где же тут резкость. Так, идем дальше. Здесь такой шатер с освещением. И вот то, что можно купить. Что это такое? Какой-то... Почему? Вон банки с медом, яблоки. Надо купить клубники. Все, у нас есть вариант без костка. Менее давленая, да, Настя? Не, ну она же... Так, а сколько стоит? Сколько стоит? 9,50. Ну, подороже, чем костка, но зато вкус, будем надеяться, другой. София, тыкавки. София, тыкавки. О, прикольно, красиво. София, интересно, да? Так, вот дальше. Тыквы. А, виноград вот растет здесь. Ну, можно один, София, возьми. Да, София, я думаю, что он... Я думаю, тут специально растет в этом месте. Не похоже, наверное, похоже на голубик. Вот еще оцеточку. Короче, у нас сегодня видео на сельхозтему. Много всего. Так, что тут еще? Вот еще мед. Вон тыковки продаются уже. И там, видите, вдали, там еще по центру кадра тоже тыквы. Так, и рядом еще один шатер. И внутри тоже продажи всякого-всякого. Цветы, и вон уже и помидоры, и кабачки, и цукини. Синенькие. Персики даже. Вон мои девчонки пошли. Пойдем дальше, посмотрим. 14 долларов. 14 долларов? Недорого для такой корзиночки? Недорого. Недорого? Мне не вкусно это доехать. Ну, мы просто были у друзей, и они перед ним побывали на ферме, да. И вот здесь... Угустили. Да, угустили. Настя говорит, прям как в России помидоры. Домашние. А вот тут... Это мята, Настя, или что это? А ну-ка. Я еще не очень хорошо знаю английский. Базилик. Идем дальше. Вот, тыквы. Мы когда-то год назад снимали уже видео. Ну, теперь другие тыквы. Вот полосатые. Интересно, я таких не видел. Доллар 25 за полкило. Зеленые, розовые, стандартные, как с моего детства. Красные, оранжевые. Ну, цена доллара 25 за фунт. И вон дали, видите? Прям поддоны завалены тыквами. Хэллоуин здесь очень популярен. Так, пойду своих. Ага, вот они мои. А вон шатер. Все так же там всякая еда. А где будем в этом году вырезать тыкву? Я не знаю. Я думаю, все равно. Говорят, это же тяжело. Мне все равно. А вон тыква с какими-то бородавками. Как будто... Как будто арахисовые орехи сверху прилипли. А вот, видишь, тыква большая. Как в сказке какая-то из докарлик. Ага, вот уже поболее размер. Для сравнения, моя ладошка. Замучиться до машины нести. Так, и сколько же? 30 долларов. 40 долларов. 150 долларов. Вон там по 40, чуть меньше. 80, 125, 125. 125 долларов. Ну, это на огромную семью кашу варить или я не знаю. Нет, это на Хэллоуна для украшений. 150 долларов для украшений я пока даже не знаю. 80. Разные достатки. Так, вон поливает какие-то цветочки. Вон еще бородавочные тыквы. Противные эти. Настя, противные. Да, какие-то странно выглядящие. Я бы такое даже не стал есть. Мы зашли еще в одно место. Еще один шатер. Нет, София. Ну, потом. София, не сейчас. Не сейчас, София. Пахнет здесь очень приятно. Пахнет выпечкой, да? Медом пахнет. Да. Красиво. В этот раз прямо такие украшения. Цветы просто продают. Всякие пакеты, чипсы тут. Ну, вон еще какие-то зеленые баночки, светозеленые. Какие-то брикеты. Непонятно. Сено или что это? Да, солома. 8,50. Интересно. Не трогай, София. Ну, не надо трогать. Солнышко. Ну, это же, купим. Тогда будем трогать. Повторяю еще раз. Лейс сейчас не будем. Так, а вот такие вот человечки. Тыквенные человечки. Так, ну что, Настя, пойдем поедим? Настя, идем есть? Да, есть. Все, мы пойдем поедим, потом будем собирать. Гриб. Вот такие, наверное, гибридные какие-то тыковки. О, это уже растут такие. Это, нет, мы сами их будем разукрасывать. О, вот уже, наверное, образцы. Кто не хочет разукрасывать, можно купить такую. Да, прикольные. Да. Пошлите, пожалуйста. Все, пойдем поедим. Тут дальше внутри, вон там окошко по центру, можно заказать и поесть. Есть столики. Так, меню. Мы тут никак не решимся. Ну, наверное, бутеры возьмем, еще чего-нибудь. Но ценник вот такой. Рассматривайте. Мы внутри. Уже здание, не тент натянутый. Здесь уже такие, шоколад, конфетки всякое разное. А вот здесь мы заказали еду. Так, ценник вот такой. Горячий чай, видите, 2,95. Какой-то там смузи, 6,95. Жирная картошка по-домашнему. Две порции, 15,90. И бутер, 13,95. Как бы ценник не маленький, но мы готовы заплатить. Есть охота. Пока мы тут начинаем гулять по овощам и фруктам, гляньте. Оп. На траве. Огромное поле. А вот там под тележкой, что ли, еще? О, под тележкой там еще множество. Вон коричневая. Мы пришли вот оттуда. Там детская площадка. Сейчас дети поиграли. И вот. А это вот, наверное, их такси. Достаточно большой загон. Вот поле помидоров. Ну, мы не стали брать корзинку. Видите? Высокие. Это вот, рукой беру, где-то по пояс. Такие ряды. А вот перцы. Здесь тухлые. Ну, кто-то уже собрал. И вот такие длинные ряды. И вон их. Много-много. Там где-то вдали клубника, малина, а здесь перцы. И кто-то тут уже рассыпал. Песных тапперс. Это, наверное... Так, мы пойдем до подсолнухов. Мы пришли к полю подсолнухов. Но подсолнухи здесь... Три рядка цветущих. И пять рядков не цветущих. Да, они делают, наверное, специально, чтобы они цвели в течение сезона постоянно. Так, вот другое. Кусочек. Ну, конечно, не такое, как российское поле. Да, те, кто любит пчел, показываю близко. Все цветет. Она соседа предлагает загубить эту природу. Я против. Ау, папа. Извини, солнышко. Так София делает. Давай, Настя. Срывать? Да пчелку, я думал, ты схватишь. Ой, ты весь этот замат один подальше. А вот он быстро срывается там с пчелами. Я не знаю, даже подсохла. Мы пришли к малине. Но малина, ее почти нет. И маловато. Вообще маловато. Ее сейчас не собирает никто. Уже остатки. Такие вот дела. Так что чисто попробовать, вспомнить. Вкусно. Народа нету. Ничего. Засыхает. Вон осталось. А вот там есть персики. Сейчас мы пойдем посмотрим, есть ли остатки персиков. Там, кажется, и груши что ли были. Так что гуляем, гуляем. Но пока поживиться нечем. Пришли к персикам, нектаринам. Но, видите, на земле сколько насыпалось. Я нашел один мягкий уже. А на деревьях ничего. Настя! У меня здесь он валяется на земле. Мы собрали все с дерева. С дерева нашли? Да. О, да молодцы. Я нашел такой мягкий. Не знаю. Может быть, он сейчас съест. Там жуки наверняка. Надо, чтобы он полежал. Да, посмотри. Вон там много хороших. Так, видите, там есть что-то фиолетовое. Да, это все. Для Софии это отбраковано означает. Сейчас вот здесь посмотрю. Может, здесь что-то есть хорошее. Еще пригодное. Так. Кто-то куснул зеленый. Прикольно. Да, уже здесь ничего хорошего толком нет. Пойдем гулять дальше. А вот и поле тыквенное. Сюда возят на тракторах. Если слышно, вон дорожка. Оттуда мы пришли. И людей возят за деньги на тракторах. И здесь они, наверное, собирают себе... Вон там еще, еще, еще. А вон там еще... А что это за поле в самом конце? Мы ходили по полям. Ходили, ходили. А теперь пришли на площадку. Вот видите, по центру София. Здесь много-много детей. Колеса, наступленные песком. Кто-то, видите, на столик забрался. Вот там все шатры с едой, продуктами и прочим. Хорошее место. Просто погулять, отдохнуть. Горка. Анастасия занялась покупками. Там тыквы, помидорчики. Это фермерское молоко. Фермерское молоко. Да, стеклянная банка. Стеклянная банка? Да, и можно потом сдавать. Вот это пластиковое. Менять на то... Нет, она стеклянная. Короче, мы внутри. Уже мы здесь еду ждали. А сейчас мы занимаемся закупками. Так, давайте я покажу вам, что здесь есть. Всякие красивые салатики. Всякие соленья. Яблоки. Капуста. Ну, цены самые, видите. Еще яблоки. Настя, хлеб. Попробуем, конечно. Он дорогой, 6-й на стеклянке. Да и как в русском магазине. Недорогой. В русском магазине больше. Ну, попробуем. В русском магазине. Так, здесь вот такое. Такое, такое. Плетенка. Всякие сухарики и прочее. Ну, что, идем дальше. Надо встать в очередь. Где очередь? Все, пойду. Наша прогулка закончилась. Да? Да. Овощи и фруктов мы чуть-чуть набрали. Даже фруктов... А, ягоды взяли. Так что, всем хорошего времени суток. Пока-пока.